всем всем привет надеюсь меня хорошо слышно и видно для тех кто со мной не знаком меня зовут гаврилов алексей александрович я руководитель онлайн-школы new level school несколько слов о нашей школе с 2014 года мы успешно готовим к сдаче егэ огэ 2 и олимпиадным в индивидуальном формате в двадцать первом году прошли обучение на экспертов от фипи в двадцать втором объединились в совместный проект чтобы делиться своими знаниями как можно с большим количеством ребят с отличием окончили ведущие университеты преподаем историю общества знаний и биологию работаем на отдельной платформе наш главный приоритет это фундаментальное образование которое сочетает себе качественную теорию и систематически подобранную практику набор на 22 23 учебный год уже открыт пожалуйста переходите на наш сайт записывайтесь на нашем сайте и в соцсетях сам я окончил юридический факультет мгу имею степень бакалавра юриспруденции магистр частного права сдал егэ по обществознанию на девяносто восемь баллов историю на 95 преподавал в лице и высшей школы экономики и обществознания в девятых-одиннадцатых классах являюсь призером олимпиад по истории и обществознанию ломоносов высшая проба и покори воробьевы горы уже девять лет преподаю истории обществознания права и отраслевые юридические дисциплины а также с недавнего времени веду собственный онлайн курс по инвестициям на фондовом рынке и основам финансовой грамотности для школьников и начинающих инвесторов теперь непосредственно перейдем к нашей основной теме а тема трансляции которая была заявлена это юридические лица как субъекты гражданского права я напомню мы с вами продолжаем разбираться с правовыми темами и непосредственно сегодня мы поговорим о таком непростом явлении как юридические лица что же это такое начнем как обычно мы с вами с цитаты известного деятеля сегодня это будет российский латвийский юрист синайский так вот он говорил о чем он говорил о том что идея юридического лица весьма проста она состоит в том что в гражданском праве или гражданском обороте а что такое гражданский оборот это обращение товаров гражданском обороте юридические отношения связываются непосредственно с союзом или учреждением независимо от юридических отношений членов союза или вообще тех лиц которые являются представителями юридического лица давайте с вами попробуем разобраться поподробнее что же имел ввиду синайский вообще в чем заключается суть юридического лица в чем состоят его признаки юридическое лицо представляет собой организацию то есть союз физических лиц граждан да например который этот союз в гражданском праве выступает как самостоятельная единица подобно физическим лицам юридические лица вправе участвовать в гражданском обороте то есть приобретать имущество заключать договоры совершать иные сделки связанные с переходом имущества от одного лица к другому однако гражданские правоотношения которые складываются с участием юридического лица они не связаны с отношениями людей то есть членов этого самого юридического лица другими словами если фирма берет например кредит в банке то она как юридическое лицо и будет сама отвечать по обязательствам участники организации выплачивать этот кредит не будут они не связаны этим обязательством юридические лица создаются для определенной цели какой предположим кто-то захотел заняться предпринимательством но ему не хватает собственных средств он и его друзья могут объединить свое имущество и создать юридическое лицо например общество с ограниченной ответственностью с момента создания юридическое лицо будет выступать от собственного имени будет вступать с другими лицами в гражданские правоотношения а что значит вступать гражданские отношения то есть заключать сделки нести имущественную ответственность и так далее если фирма вдруг обанкротится то есть участь то ее участники не будут выплачивать долги своим личным имуществом по общему правил поскольку юридическое лицо является самостоятельным субъектом гражданского права то есть вы должны это очень четко понимать юридическое лицо давайте с вами напишем юридическое лицо это самостоятельный самостоятельный субъект права который не сводим принципиально к совокупности физических лиц это очень важно получается что создание юридического лица может ограничить риск участия в предпринимательской деятельности как вы помните предпринимательство или предпринимательская деятельность она прежде всего связана с риском возникновения убытков так и отсюда мы можем выделить несколько признаков юридического лица юридического лица есть ряд признаков что это за признаки и так давайте с вами отметим признаки признаки юридического лица цифра 1 1 самый признак это самый важный признак это конечно наличие обособленного имущества наличие обособленного имущества второй признак наличие органов управления давайте с вами сначала перечислим наличие своих органов управления третий признак самостоятельная имущественная ответственность самостоятельная имущественная ответственность и четвертый признак это выступление в гражданском обороте в гражданском обороте гражданском обороте от собственного имени вообще еще можно 5 признак выделить например написать допустим возможность участия в судебном процессе в качестве истая или ответчика тоже напишем самостоятельного участия участия в судебном процессе например в гражданском или в арбитражном процессе в качестве истца или ответчика потом мы с вами будем у нас будет с вами тема в рамках открытых вебинаров будет тема по поводу гражданского процесса и там мы будем с вами разбираться с тем кто такой естественно только ответчик и так далее так вот это основные признаки юридического лица давайте по ним картинка пройдемся имущество юридического лица обособлено от личного имущества участников это означает что как только учредители передали юридическому лицу свое имущество они утратили на него право собственности а что получает взамен участники этого юридического лица взамен участники или учредители этого юридического лица приобретают право на получение части прибыли от деятельности юридического лица эта прибыль называется дивидендами Но опять же, есть здесь нюанс. Если учредители или участники создают именно коммерческую организацию, коммерческое юридическое лицо, если юридическое лицо на своем очередном общем собрании акционеров принимает решение о том, чтобы эти дивиденды выплачивать, то тогда, конечно, да, у учредителей, участников юридического лица есть такое право на получение вот этой прибыли от деятельности юридического лица. Управление юридическим лицом осуществляется, второй признак, через специальные органы. Через них юридическое лицо выражает свою волю во взаимоотношениях с другими лицами. Причем действия органов рассматриваются как действия самого юридического лица. От органов юридического лица нужно отличать его структурное подразделение. Это так называемые филиалы и представительства, которые располагаются вне местонахождения юридического лица. Чтобы ответить на вопросы о том, о чем отличается филиал от представительства, являются ли представительства и филиалы юридическими лицами, на основании какого документа осуществляет свою деятельность руководитель филиала, давайте мы с вами проанализируем статью 55 гражданского кодекса, которая так и называется «Представительство и филиалы юридического лица». Итак, давайте я здесь напишу статья 55 гражданского кодекса России. Давайте вы ее откроете. Статья 55 гражданского кодекса Российской Федерации. Итак, что мы видим в этой статье? Здесь немного буквально пунктов. Там прямо написано, что представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Второй пункт. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительство и филиалы, третий пункт, не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений. Важно отметить, что руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. Это обязательное требование. Основанием деятельности юридического лица является учредительный документ. В нем определяется правовое положение юридического лица, закрепляются отношения между юридическим лицом и его участниками. Как правило, таким документом является устав. Он содержит сведения о наименовании, о месте нахождения этого юридического лица, о порядке управления деятельностью этого юридического лица и так далее. Как мы с вами уже говорили, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в так называемом Едином государственном реестре юридических лиц. Единый государственный реестр юридических лиц. Этот реестр открыт для всеобщего ознакомления. Можно перейти на сайт и посмотреть любое юридическое лицо. И именно с момента государственной регистрации Федеральной налоговой службой юридическое лицо считается созданным, считается правоспособным. Вспоминаем прошлую тему правоспособность. И, следовательно, юридическое лицо может приобретать права и обязанности. Юридическое лицо прекращает свою деятельность с момента внесения в этот реестр сведений о его прекращении. Причем, в отличие от физического лица, правоспособность и дееспособность юридического лица наступает одновременно. Поэтому не принято говорить о его дееспособности. Так. Дальше. Самостоятельная имущественная ответственность. Ну, я уже об этом сказал, что это такой признак, который предполагает, что юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам перед своими кредиторами. Например, там, я не знаю, какая-нибудь фермерская компания или там просто любая компания заключает договор с каким-нибудь фермером на поставку апельсинового сока. Там, например, на 10, я не знаю, 10 миллионов литров. Ну, или просто там, да, давайте возьмем так, 10 миллионов литров. Получается, юридическое лицо является кредитором, то есть имеет право требовать от фермера поставки этого сока, а фермер является должником, то есть он обязан поставить этот сок на сумму вот этих 10, допустим, на сумму 10 миллионов рублей. И, например, юридическое лицо, допустим, заключает этот договор поставки сока, юридическое лицо принимает эту партию товара, а потом учредители юридического лица или там участники юридического лица просто бегут и, например, улетают на Багамы на отдых. И юридическое лицо не перечисляет денежные средства этому фермеру. Получается, возникает спорная ситуация, возникает конфликт, который будет разрешаться в арбитражном суде, например, арбитражном суде города Москвы. И в рамках этого процесса истцом является фермер, индивидуальный предприниматель, а ответчиком является вот это самое юридическое лицо, которое приняло и обязалось оплатить поставку сока. Получается, что даже несмотря на то, что у учредителей юридического лица есть собственное имущество, квартиры, машины и так далее, если и в результате арбитражного процесса будет принято решение о том, что да, действительно, юридическое лицо заключало договор с этим фермером, действительно, юридическое лицо является обязанным лицом по этому договору, то, конечно же, несмотря на то, что учредители существуют и у них есть свое собственное имущество, обращаться в заскании будет на имущество этого конкретного юридического лица. Для чего? Для того, чтобы исполнить обязательства в принудительном судебном порядке, и для того, чтобы выплатить долг, который задолжало это юридическое лицо данному конкретному фермеру. Конечно, да, есть нюансы, мы их более подробно разбираем на годовом курсе. Есть такая доктрина, называется она «прокалывание корпоративной вуали». «Piercing of corporate veil» на английском. Это доктрина, которая берет свою основу из американского права, и с точки зрения этой концепции, да и вообще в целом, юридическое лицо рассматривается как некий такой щит, как некий субъект, который покрыт вот этой вуалью. И в том случае, если мы сталкиваемся с недобросовестным поведением учредителей этого юридического лица, например, наверняка вы слышали такое понятие, как «компании пустышки» или «фирмы однодневки». Вот это как раз-таки такая практика в, конечно, недобросовестном ведении предпринимательской деятельности, недобросовестном ведении бизнеса, при которой, например, 2, 3, 4, 5 или несколько лиц создают юридическое лицо только для того, чтобы, условно говоря, заключить договоры с какими-то другими лицами, забрать деньги и улететь, что называется, на Богома отдыхать. Для чего? Только для того, чтобы забрать деньги, создать вот эту так называемую фирму-однодневку и недобросовестно воспользоваться принятыми денежными средствами. Так вот, в том случае, если в рамках арбитражного или гражданского процесса, в рамках судебного процесса будет судом выяснено и действительно доказано недобросовестное намерение учредителей юридического лица, недобросовестный характер их поведения, то мы можем в исключительных случаях проколоть вот эту так называемую корпоративную вуаль и добраться до личного имущества учредителей этого юридического лица. Но еще раз оговорюсь, что по общему правилу юридическое лицо обладает таким признаком, как самостоятельная имущественная ответственность. То есть, по обязательствам этого юридического лица мы, например, как судебный приставы исполнители, никогда не обращаем в искание на личное имущество учредителей или участников этого юридического лица. Вот это, пожалуйста, не путайте. Это очень важное понимание того, зачем юридическое лицо нужно и какую роль оно играет в гражданском обороте. Дальше мы с вами сказали, что четвертый признак юридического лица – это выступление в гражданском обороте от собственного имени. Тут понятно, что если есть субъект гражданского права самостоятельный, то и он от собственного имени тоже выступает самостоятельно. Конечно, мы не можем, условно говоря, пощупать конкретно компанию «Газпром», компанию «Яндекс», «Тинькомбанк» или компанию «Эппл» или еще какую-то другую компанию. Здесь, конечно же, важно понимать, что представительские функции осуществляют так называемые представители по доверенности этой компании. Но, тем не менее, считается, что, например, все договоры, все обязательства заключаются именно с конкретным юридическим лицом, например, с компанией «Тамошан» или с компанией «Тинькомбанк». То есть здесь важно понимать, что юридическое лицо всегда выступает в гражданском обороте от собственного имени. Ну и, наконец, последний, пятый признак. Мы тоже его уже кратко прокомментировали. Он предполагает, что юридическое лицо самостоятельно участвует в рамках судебного процесса либо в качестве истца, либо в качестве ответчика. Окей, с этим мы с вами разобрались. Теперь дальше нам нужно разобраться. А какие бывают юридические лица? Основной классификацией всех юридических лиц выступает цель их деятельности. Вот с точки зрения цели, да, давайте с вами отметим, с точки зрения цели деятельности все юридические лица делятся на две большие группы. На какие? Первая группа – это коммерческие юридические лица. Коммерческие юридические лица. И вторая группа – некоммерческие юридические лица. Некоммерческие юридические лица. В чем разница? Коммерческие юридические лица – это организации, которые ставят своей основной целью извлечение прибыли. Так и запишем. Основная цель – извлечение прибыли. Такие юридические лица по общему правилу обладают так называемой общей или универсальной правоспособностью. То есть могут осуществлять любую деятельность, если только она не запрещена законом, конечно же. Юридическое лицо, коммерческое, может продавать любые товары абсолютно. Еду, продукты, бытовую химию и так далее. В очередных документах коммерческих организаций, предметы и цели деятельности организации могут быть и не указаны. Возникает вопрос. А какие конкретно коммерческие юридические лица выделяются в юридической науке? Так вот, к коммерческим юридическим лицам относятся, например, хозяйственное общество. Хозяйственное общество. Хозяйственное общество. Они бывают нескольких видов. Например, хозяйственное общество. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество. Причем акционерное бывают публичное акционерное общество и непубличное. Дальше. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное товарищество. Причем, хозяйственное товарищество тоже бывает двух видов. Они бывают полные и командитные. Командитные. Латинского командита на вере. То есть, товарищество на вере. Будем разбираться. Дальше. Производственные кооперативы. Давайте вот так вот уже сделаем. Продолжим. Производственные кооперативы. Почему они коммерческие? Потому что они что-то производят. Производственные кооперативы по-другому еще называют артели. Запомните, пожалуйста. Дальше. Четвертое. Крестьянские фермерские хозяйства. Крестьянские фермерские хозяйства. Многие их называют просто КФХ. Крестьянские фермерские хозяйства. Хозяйственное партнерство. Хозяйственное партнерство. Ну и еще давайте напишем государственные и муниципальные. Государственные и муниципальные. Унитарные предприятия. И давайте с вами будем разбираться с некоторыми из этих юридических лиц. Потому что более подробно, опять же, мы все это разбираем на годовом курсе. Итак, начнем мы с вами. Ну давайте начнем с товариществ. Они попроще. Итак, начнем мы с, например, с такого понятия, как полное товарищество. Что такое полное товарищество? Полное товарищество предполагает, что прием в товарищество осуществляется только с согласия всех участников. Товарищи лично участвуют в предпринимательской деятельности. Подписывается не устав, а так называемый учредительный договор. У каждого товарища по одному голосу. Прибыль распределяется поровну. И по обязательствам, то есть, да, все товарищи отвечают поровну всем принадлежащим товарищам имуществом. Что такое командитное товарищество или товарищество на вере? Вот в отличие от полного товарищества, там есть так называемые вкладчики, командитисты. Ответственность которых ограничена только пределами их вклада. Вот давайте с вами предположим, представим себе такую ситуацию. Например, два лица. Два физических лица решают открыть парикмахерскую. И они принимают решение о том, что они будут создавать такую организационно-правовую форму юридического лица, как полное товарищество. И полное товарищество предполагает, что все эти товарищи несут полную ответственность по обязательствам этого товарищества. Вот они создают успешно сеть, например, парикмахерских. И далее к ним присоединяется еще один друг. Например, я говорю, условно говоря, Дима, знаешь, у нас тут замечательная парикмахерская есть. Не хотел бы ты к нам присоединиться? Он говорит. Ну да, вроде как здорово, но вот недавно был ковид, я боюсь вдруг какой-то очередной локдаун, вы деньги зарабатывать не будете. Я не хочу быть полным товарищем, не хочу полностью нести личную имущественную ответственность по долгам этого товарищества. Давайте я просто буду вкладчиком. То есть я буду командитистом. Я внесу, например, свои, условно говоря, свой миллион рублей. И вот буду являться вкладчиком, командитистом, и буду извлекать прибыль, которую вы получаете, пропорционально внесенному вкладу. Понятно, да? Это будет товарищество на вере. То есть я, например, Дмитрий, я доверяю этому товарищество, этому бизнесу, поэтому оно так и называется. Товарищество на вере. Дальше. Общество с ограниченной ответственностью. Давайте посмотрим хозяйственное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Здесь не требуется личное участие в предпринимательской деятельности. Участники не отвечают личным имуществом по обязательствам общества с ограниченной ответственностью. Поэтому оно так и называется. Общество с ограниченной ответственностью. То есть ответственность личная участников ООО ограничивается. В качестве основного документа подписывается устав. Вот именно у товариществ, вы должны запомнить, основным документом является учредительный договор, а вот у всех остальных юридических лиц основным документом является устав. И было как-то тоже в ЕГЭ, в УГЭ задание, которое предполагало выбрать верное суждение. Там было написано, что основным документом товарища на вере является устав. Это неверное утверждение. Основным документом является учредительный договор. Так вот, возвращаемся к обществу с ограниченной ответственностью. Здесь подписывается устав. Уставный капитал, то есть капитал по уставу, делится на доли в зависимости от вкладов участников. Прибыль участники, опять же, получают по долям, голосуют они тоже по долям. Ответственность ограничена вкладом в уставный капитал. Далее, акционерное общество. Здесь не требуется личное участие в предпринимательской деятельности. Участники не отвечают, опять же, личным имуществом по обязательствам акционерного общества. Подписывается устав. Уставный капитал делится на акции в зависимости от вкладов участников. Прибыль, а она называется дивидендами. Участники получают по акциям и голосуют они тоже в соответствии с акциями. Чем больше у тебя акций, чем больше у тебя пакет акций, тем больше вес имеет твой голос, например, на общем собрании акционеров или на совете директоров. Ответственность ограничена стоимостью акций. И важно понимать, что акционерное общество может быть двух видов, как мы уже с вами сказали. Это публичное и непубличное. Публичное акционерное общество. Здесь акционеры пользуются правом отчуждать, например, продавать свои акции без необходимости согласования с другими акционерами. То есть акции находятся в свободной продаже, публично обращаются на фондовом рынке. А непубличное акционерное общество – это такие общества, акции которых распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лица. То есть непубличное. Вася Попкин, условно говоря, человек с улицы, не может купить акцию непубличного акционерного общества. Ну, например, допустим, есть такая компания SpaceX, американская компания, которая занимается космическими полетами, космическими исследованиями, вообще освоением космоса и так далее. Вот эта компания является непубличной. А, например, такая компания, как Apple, она является публичным акционерным обществом. Ну, если, опять же, мы будем экстраполировать, то есть переносить опыт российского законодательства, терминологию российского законодательства, например, на американский рынок, на американскую экономику. Далее. Производственный кооператив или артель. Здесь должно быть не менее пяти участников. Подписывается устав. Уставный капитал делится на так называемые паи, но от английского паи, то есть пирог, да, то есть часть как бы пирога, если так можно сказать. То есть прибыль распределяется по личному трудовому участию, вот это очень важно запомнить. Именно личное трудовое участие здесь важно. Уставный капитал делится на паи, прибыль распределяется по личному трудовому участию и ответственность также в пределах пая. Ну и, например, разберем унитарное предприятие государственное или муниципальное. Здесь имущество находится не в праве собственности у этого предприятия, потому что оно, это имущество государственное или муниципальное, а это имущество находится в праве оперативного управления или хозяйственного ведения. Здесь подписывается так называемый устав. Например, какое-нибудь там предприятие, госпредприятие, оборонное предприятие. Вот это вкратце про коммерческие юридические лица. Теперь нам с вами нужно разобраться с некоммерческими юридическими лицами. Это организации, которые не имеют в качестве основной цели извлечения прибыли. То есть основная цель – это неизвлечение прибыли. Тем не менее, а какая это может быть цель? Это может быть какая-то просветительская цель, духовная цель, цель спасения жизни людей или цель спасения амурских тигров. Или какое-нибудь общество, например, какое-нибудь юридическое лицо, которое борется с экологическими проблемами и так далее. Но здесь возникает вопрос, а могут ли некоммерческие юридические лица осуществлять приносящую доход деятельность? Ответ – да. То есть, несмотря на то, что юридические лица некоммерческие, они вправе осуществлять приносящую доход деятельность, но только если это предусмотрено уставом и служит достижению целей, ради которых созданы эти организации. Например, возьмем какое-нибудь общество спасения амурских тигров. Они могут продавать различные кружки, сувениры, значки с амурскими тиграми? Да, конечно, могут. Эта деятельность приносит доход? Да, приносит доход, но она не является предпринимательской. Эта деятельность приносит доход, и средства, которые выручены с продажи этих значков, флажков, кружек и так далее, они должны быть направлены на цели, в данном случае поддержания и, например, расширения популяции амурских тигров. То есть важно понимать, что именно участники таких организаций не могут распределять полученную прибыль между собой. Как это имеет место в коммерческих организациях? Некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью, то есть они могут осуществлять только ту деятельность, которая прямо предусмотрена их учредительными документами. Давайте это отметим, это очень важное понимание. Специальная, специальная, очень важный признак, специальная правоспособность. Правоспособность. То есть, еще раз, да, могут осуществлять только ту деятельность, которая прямо предусмотрена их учредительными документами. Поэтому в оставе некоммерческих организаций обязательно устанавливаются предмет и цели деятельности юридического лица. То есть, прямо сказано, а чем же юридическое лицо занимается? Какой конкретно целью? При создании юридического лица его учредители выбирают организационно-правовую форму, в которой оно будет функционировать. Перечень организационно-правовых форм содержится в Гражданском кодексе. Учредители юридического лица, они не вправе, вот это очень важно, точнее, нет, лучше так сказать, учредители юридического лица вправе выбрать только ту организационно-правовую форму, которая есть в Гражданском кодексе. То есть, я что хотел сказать, что учредители юридического лица не вправе взять и придумать какое-то свое собственное юридическое лицо. Вот есть перечень в Гражданском кодексе, и только один из них, учредители юридического лица, обязаны выбрать. Перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций достаточно широкий. Кто к ним относится? Ну, к ним относятся, например, давайте я здесь вот отмечу, например, к ним относятся потребительские кооперативы. Кооперативы. Обратите внимание на слово, не производственные, а потребительские кооперативы. Дальше. Общественные организации. Общественные организации. Далее. Общественные движения. Общественные движения. Дальше. Ассоциации. Что еще? Товарищи-то собственников недвижимости. Товарищи-то собственников недвижимости. Недвижимости. Дальше. Фонды. Например, фонд «Подари жизнь». Что еще? Учреждения. Учреждения. Например, Московский государственный университет. Дальше. Автономные некоммерческие организации. НКО. Я так вот напишу. Некоммерческие организации. Религиозные организации. Религиозные организации. И так далее. На самом деле, очень много этих организаций некоммерческих. Но, опять же, более подробно, каждое конкретное юридическое лицо мы разбираем на годовом курсе. В чем их специфика, какова их правовая природа, приводим конкретные примеры и так далее. Кстати, например, допустим, политические партии являются тоже юридическими лицами. Русская православная церковь тоже является юридическим лицом. Существуют и другие классификации, конечно, юридических лиц. Не только коммерческие и некоммерческие. Гражданский кодекс также различает корпоративные и унитарные юридические лица. Тоже давайте с вами это отметим. Юридические лица бывают корпоративные. Корпоративные и юридические лица. И унитарные. И унитарные юридические лица. Вот корпоративные организации или корпорации это организации, учредители или участники которых обладают правом участия или членства в них и формируют их высший орган. В частности, к таким юридическим лицам относятся, например, хозяйственное товарищество. То есть и полное, и наверие. То есть командитное. Хозяйственное общество. Хозяйственное общество. Например, ООО. Публичные или не публичные. Дальше. К таким юридическим лицам корпоративные формы относятся как кооперативные. Ну опять же и так далее. Участники корпорации наделяются корпоративными правами. То есть они имеют право, что делать? Например, участвовать в управлении делами корпорации. Они имеют право обжаловать решения корпорации, участвовать в распределении прибыли, получать информацию о деятельности общества и так далее. Есть, конечно, если есть корпоративные права, есть и корпоративные обязанности. Корпоративные обязанности какие? Например, участвовать в образовании имущества корпорации, не разглашать конфиденциальную информацию деятельности организации и так далее то есть корпорация создается для реализации интересов ее членов или участников и деятельность корпорации во многом определяется действиями этих самых участников и участников а вот унитарные юридические лица это организации учредители которых не становятся их участниками не становятся их членами имущество таких организаций не делятся на доли или по и участников как это происходит в корпорациях к таким юридическим лицам относятся например государственные и муниципальные унитарные предприятия унитарные предприятия к таким унитарным юридическим лицам также относятся учреждения учреждения вот например допустим здание московского государственного университета главное здание она кому принадлежит мгу или российской федерации это вот вопрос на подумать дальше фонды фонды ну и например допустим автономные некоммерческие организации некоммерческие организации опять же и т.д. полный перечень на занятиях в рамках уже учебного года так если мы посмотрим с вами на схемку можно да вот все это так сказать структурировать то она может выглядеть вот например следующим образом то есть мы с вами видим что у нас юридические лица бывают такие коммерческие некоммерческие коммерческие еще раз да это хозяйственное товарищество полное и командирное хозяйственное общество это ооо общество акционерное общество публичное и не публичное с дополнительным уже нет дальше производственный кооператив государственные и муниципальные унитарные предприятия затем некоммерческая организация мы с вами видим потребительские кооперативы общественные и религиозные организации объединения фонды учреждения ассоциации и союзы автономные некоммерческие организации иные организации некоммерческие партнерства и важно понимать что некоммерческие организации это организации которые имеют иные цели неизвлечения прибыли некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность только по стольку поскольку это служит достижению целей ради которых они созданы и соответствует этим целям а коммерческие организации это организации которые преследуют извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности окей с этим мы с вами разобрались в общем то наверное все по основной теории которые мы с вами должны были разобрать если есть ко мне какие-то вопросы я готов на них ответить если вопросов нет то давайте как обычно порешаем немножко практику да посмотрим какие бывают типы заданий и вообще чем они собственно говоря какую специфику они имеют поехали как обычно да значит первое найдите в приведенном ниже так найдите в приведенном ниже списке формы в которых могут создаваться юридические лица являющиеся коммерческими организациями запишите цифры под которыми они указаны и так хозяйственное общество да конечно же это коммерческое юридическое лицо отмечаем далее производственный кооператив да конечно же юридическое лицо благотворительный фонд нет общественное объединение нет хозяйственное товарищество до потребительский кооператив нет помните да мы с вами говорили о том что потребительский кооператив то не коммерческая вот производство это коммерческое юридическое лицо дальше второе задание установите соответствие между формами и видами юридических лиц согласно именно гражданскому кодексу которым они относятся и так командитное товарищество это у нас что это у нас конечно же будет коммерческое юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью это у нас будет коммерческое юридическое лицо потребительский кооператив не коммерческая общественное объединение не коммерческая и хозяйственное общество это у нас коммерческая дальше третье найдите в приведенном списке формы в которых в соответствии с гражданским кодексом могут создаваться юридические лица являющиеся коммерческими организациями и так это конечно же акционерное общество это у нас хозяйственное товарищество и унитарное предприятие потребительский кооперативно благотворительный фонд общественного объединения это все у нас будет не коммерческие дальше давайте посмотрим четвертое задание организационно-правовая форма фирмы оказывающие услуги по ремонту обуви и сумок производственный кооператив найдите в приведенном ниже списке черты отличающие производственный кооператив от иных форм предприятий и запишите цифры под которыми они указаны итак первое обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину нам нужно именно отличительные черты черты отличающие производственный кооператив от иных форм предприятий 1 обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину нет это не отличительная черта требование бережно относиться к мышцу работодателя тоже нет это общее обязанности работников дальше третье объединение нескольких мастеров лично участвующих в оказание услуг до это отличительная черта участие работников в управлении предприятием нет ты корпоративное право дальше распределение прибыли между работниками в соответствии с их трудовым участием это до 6 обязательное заключение трудового договора с работниками опять же это не отличительная черта дальше пятое задание выберите верное суждение об организационно-правовых формах предпринимательстве и запишите цифры под которыми они указаны и так хозяйственное товарищество и общество это корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли или вклады учредителей и участников уставным складочным капиталом уставный по-другому называется складочный капитал да конечно это абсолютно верно утверждение второе хозяйственное товарищество могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью нет это не про товари что это про общество поэтому это неверное трудение третий имущество крестьянского фермерского хозяйства принадлежит ему на праве собственности да конечно это абсолютно верное утверждение 4 производственный кооператив или артель это коммерческая организация не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущества нет это речь идет не про производника противопро унитарное предприятие поэтому это неверное утверждение и 5 юридические лица учредители которых не становятся их участниками не становятся их участниками и не приобретают в них прав членство являются унитарными юридическими лицами да это конечно же абсолютно верное утверждение так то есть получается мы здесь пишем 1 3 5 а в этом задании мы с вами записали какие цифры мы записали сами цифры 35 35 а здесь будет 135 окей теперь давайте с вами попробуем сделать задание в формате второй части и так что от нас хотят назовите две формы в которых могут создаваться хозяйственное общество приведите три характеристики одну из них ну задание несложное в формате второй части спокойно могут спросить и так две формы которых могут создаваться хозяйственное общество ну например вот так и пишем так и пишем цифер к 1 2 формы хозяйственных обществ и двоеточие цифер к 1 акционерное общество и цифра 2 общество с ограниченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью нам нужно дальше привести три характеристики одной из них например допустим акционерное общество давайте возьмем характеристики акционерное общество так цифер к 2 пишем характеристики акционерного общества и двоеточие первая характеристика капитала акционерного общества разделен на доли оформляемые ценными бумагами акциями капитал акционерного общества акционерного общества разделен на равные на равные доли равны с формальной точки зрения равной доли оформляемые оформляемые ценными бумагами какими акциями второй признак выход из акционерного общества напишем из акционерного общества возможен путем продажи акции акций третий признак акционеры несут риск убытков несут риск убытков в пределах стоимости приобретенных ими акции приобретенных ими акции и не отвечает по обязательствам не отвечают по обе за теле ствол акционерного общества что еще можно написать в качестве четвертого признака ну если хотите себя подстраховать кстати помните этот нюанс о том что если вы приводите больше признаков чем от вас требуется и хотя бы в одном из этих сверх так сказать исключительных элементах у вас находится фактически ошибки или какие-то неточности формулировка кто вам снижают баллы поэтому вот обращайте на этот момент внимание если вы точно уверены да конечно можно написать что можно написать акционеры что они получают на свои акции дивиденды или могут получать потому что не всегда на на свои акции дивиденды если бы мы с вами говорили про общество с ограниченной ответственностью то здесь тоже можно было бы сказать про признаки какие например что капитал общество с ограниченной ответственностью разделен на доли участников которые могут быть как одинаковыми так и различаться по размерам второй признак участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам общества своим личным имуществом третий признак личное участие членов общества в делах не обязательно вот такие признаки можно было обозначить окей теперь давайте попробуем еще одно задание сделать итак последнее задание на сегодня участники полного то хозяйственного товарищества сразу до подчеркиваем ага полное товарищество полнохозяйственного товарищества решили преобразовать его в хозяйственное товарищество на вере командитное товарищество выскажите предположение о цели преобразования какое юридическое действие необходимо осуществить с опорой на обществоведческие знания назовите по две характеристики того что изменится и что останется прежним в юридическом статусе фирмы и ее владельцев довольно непростое задание итак давайте по пунктам пойдем итак высказать нужно предположение о цели преобразования мы так и пишем цифра 1 предположение о цели преобразования двоеточие например привлечение дополнительных средств при влечении дополнительных средств на на расширение на расширение деятельности то есть зачем полное товарищество преобразуется в командитное товарищество для того чтобы привлечь дополнительные деньги дополнительные средства для того чтобы расширять свою деятельность свой охват свой бизнес в конечном итоге больше зарабатывать денег помните я вам приводил пример с сетью парикмахерских сначала мы вдвоем создаем одну-две а потом еще кого-то привлекаем условного диму вкладчика командитиста он вкладывается в наш бизнес и мы расширяемся создаем новые парикмахерские у нас появляется такая мега империя вот предположение дальше смотрим вопросы какое юридическое действие необходимо осуществить а что нужно сделать так и пишем цифра 2 юридическое юридическое действие вот почему я так подробно всегда скрупулезно дотошно прописываю я опять же вот ориентирую вас на то как необходимо писать как эксперты будут проверять ваши ваши ответы нужно что называется разжевать и вот написать полный ответ развернутый потому что эксперт когда он ведет работу он не имеет права додумывать за вас что-то да конечно исходя из вашего контекста каких-то общих формулировок можно понять что вы имели ввиду но если это не написано к сожалению балл я как эксперт поставить вам не могу поэтому вы всегда пишите вот так вот по пунктам тезис на 1 2 3 чтобы я как эксперт макс сразу а плюсик 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 до ставлю и так далее то есть чтобы было удобно проверять и чтобы вы получили максимум баллов и так какое юридическое действие необходимо осуществить для этого ну нужно провести общее собрание участников провести общее собрание участников общее собрание участников которые должны принять которые должны принять соответствующие решения какое соответствующее решение нужно это пояснить да о проведении реорганизации ни в коем случае вы не должны писать общее собрание акционеров потому что это будет сразу говорить о том что вы не понимаете что такое товарищество и как называются его члены да то есть это именно участник вообще собрание участников дальше с опорой на общество очки и знаний назовите по две характеристики того что изменится и что останется прежним в юридическом статусе фирмы и ее владельцев то есть нам нужно два изменения в статусе назвать и две характеристики оставшиеся без изменений как минимум поэтому ставим цифру 3 и пишем два изменения в статусе 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 что мы здесь можем написать появятся новые участники вкладчики новые участники вкладчики новые участники которые несут риск убытков которые несут риск убытков только в пределах только в пределах внесенных внесенных ими вкладов об этом уже на теоретической части поговорили что еще участники вкладчики участники вкладчики вот эти самые командитисты они не смогут принимать участие принимать участие в осуществлении предпринимательской деятельности в осуществлении предпринимательской деятельности то есть грубо говоря участники вкладчики они как бы инвесторы то есть они вложили свои деньги и все и они ждут пока этот бизнес будет приносить генерировать им доход и что еще можно было написать что вкладчик в отличие от полного товарища вправе в любое время выйти из товарищества и получить свой вклад обратно понятно далее но это еще не все что нужно было что еще от нас хотели две характеристики того что изменится две характеристики того что останется без изменений что останется прежним поэтому так и пишем циферка 4 и отмечаем две характеристики две характеристики две характеристики оставшиеся без изменений оставшиеся без изменений двоеточие что останется без изменений можно так написать капитал 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 разделен на доли на доли или вклады или вклады то есть независимо от того командирный товарищ что или полный товарищ что он разделен на вклад дальше учредителями учредителями как и прежде как и прежде могут быть могут быть индивидуальные предприниматели учредителями то есть учредителями этого товарища да но и коммерческие организации они тоже могут быть учредителями ну и опять же можно сказать про минимальное число участников например минимальное число участников товарищества 2 вот и все это то что здесь можно было написать в качестве развернутого ответа на задание я надеюсь вам было полезно то что мы с вами сегодня разобрали если есть какие то вопросы пожалуйста пишите буду рад на них ответить на сегодня все я желаю вам успехов пожалуйста переходите на по этим qr-кодом по ссылкам внизу в рамках данного видео на наши экспертные странички на наш сайт подписывайтесь на нашу группу вконтакте ставьте лайки подписывайтесь на наш канал ставьте лайки именно этой трансляции потому что это поможет ее продвижению как можно большее количество ребят сможет узнать для себя полезные вещи ну и я желаю вам успешной подготовки и до скорой встречи в следующий раз пока пока пока